Добрый день! В эфире первого национального канала Белорусского радио и Беларусь24 телеканала Беларусь24 аналитический проект «Актуальный микрофон». Меня зовут Евгений Милешко и я представлю нашего гостя сегодня в эфире Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте! Давайте все-таки перейдем к разговору о наших западных и северных соседях, о Польше и Прибалтике. МИД Беларуси заявил о том, что готов разговаривать с Польшей по ситуации на границе. Вот на ваш взгляд, как аналитика, что там сейчас происходит? Почему убивают людей, перебрасывают на нашу территорию? Что происходит? Зачем им это нужно? Ну, ситуация, конечно, на границе, мало сказать, напряженная. Со своей стороны, с нашей стороны, Республика Беларусь всегда говорила о том, что готова к диалогу. Это всегда звучало в выступлениях и главы государства, и представителей Министерства иностранных дел. Мы и продолжаем оставаться готовыми к диалогу, однако нас не слышат и, очевидно, не хотят слышать. С чем это связано? С тем, что, очевидно, Польша выбрала другой способ подхода к решению тех проблем, которые возникли в белорусско-польском приграничье. Миграционный кризис, он же уже идет достаточно давно, и не Беларусь здесь виновата в этом миграционном кризисе. Мигрантов, прежде всего, в свое время позвала Германия. Правильно говорит наше руководство о том, что это была инициатива немецкая для того, чтобы восполнить трудовые ресурсы, для того, чтобы поднять экономику. И, конечно, они рассчитывали, что за счет мигрантов смогут каким-то образом компенсировать тот недостаток на рынке труда. Но ситуация приобрела совсем, не совсем правильную сторону пошло, потому что, на самом деле, внятной иммиграционной политики так и не было предложено. Как на уровне Евросоюза, как мне кажется, так, что касательно Польши, так это однозначно. Польская страна сама признавала, что нет у нее четкой миграционной политики. Плюс, как мы теперь уже понимаем, здесь еще подключилась так называемая визовая афера, когда за деньги привлекали сюда мигрантов, которые платили денежные средства, въезжали в Польшу, а потом растворялись где-то на просторах ЕС. Я так понял, что уже дело дошло до того, что мигранты стали появляться уже и в Соединенных Штатах Америки. Отчего, очевидно, и началась вся эта история с визовой аферы. Вашингтон дал понять в Варшаве, что ситуация уже выходит за какие-то рамки, и Польша была вынуждена принять какие-то решения. Началось расследование, и теперь всплывают такие нелицеприятные факты, что фактически за несколько лет более сотен тысяч мигрантов могло просто пройти через польские визовые службы. Поэтому понятно, что люди, ищущие работы, попавшие в бедственное положение в странах Африки, в других регионах, конечно, для них понимание того, что кто-то из родственников, кто-то из соседей смог проехать, заплатив небольшую, но достаточно большую, но тем не менее сумму, которую можно собрать. И попал в Евросоюз, конечно, они будут двигаться этим же маршрутом. Поэтому обвинение Беларуси здесь надумано однозначно. Более того, мы готовы решать этот вопрос, готовы совместно провести какие-то консультации, поработать в этом направлении с тем, чтобы снизить старту проблемы, в том числе для польской стороны. Ну, значит, уклонение от ответа прямого со стороны Варшавы, ну, означает, да, что они подходят к этому вопросу немножко, ну, немножко вообще в целом и категорически по-другому. Что это будет за ответ? Ну, очевидно, что решили они пойти по пути, скажем так, военному. То есть, во-первых, ну, уже давно на границе находятся воинские контингенты, которые оказывают поддержку пограничникам, оказывают поддержку полицейским силам. Поэтому понятно, что возник вопрос о их статусе. О каком статусе они находятся на границе? Какие у них полномочия? И вопрос этот возник, я думаю, что и задавали и раньше вопрос. Он просто в публичную плоскость, он не выходил. А вот после смерти польского военнослужащего, который погиб на границе, очевидно, что стал конкретный вопрос, что делают войска, и как, каким образом реагировать на то, что происходит. Поэтому вот сейчас внесены изменения, вносятся изменения в законодательство. Принял СЕИМ. Сейчас должен, по идее, рассмотреть Сенат. Поправки к закону о том, какими правами обладает военнослужащий. Это первый на границе, выполняя определенные правительственные задачи. И второе – это нововведение, которое касается введения понятия так называемой операции, военной операции в мирное время, проводимое на территории Республики Польша. Это интересное понятие. Фактически это один из видов чрезвычайной ситуации. Можно так рассуждать. Но, по сути, это такая категория, которая может впоследствии использована быть в различных ситуациях. Военная операция ведь может быть и по усмирению каких-то протестов, по усмирению забастовок. То есть фактически появляется инструмент легального задействования армии в политических целях. Ну, какие ограничения законодатели изберут для этого, это будет интересно посмотреть. Но пока как таковых ограничений для проведения военной операции фактически не предусмотрено. Я читал о том, что внесены некие отдельные поправки, о том, что есть какой-то некий частичный контроль со стороны Сейма будет за проведением операции, отчеты руководящих лиц по результатам их проведения и так далее. Но насколько это серьезно, это надо будет смотреть. Плюс, опять-таки, польские военнослужащие, которые будут участвовать в военной операции, получают освобождение от уголовной ответственности за применение оружия. Понятно, что там расписываются определенные обстоятельства, которых он может применять. Но если вчитаться, то фактически дается разрешение в случае какой-то маломальской угрозы применять оружие. Делай, что хочешь. То есть к чему это может привести? Это может привести к тому, что если в прошлом году, как заявляли представители Министерства обороны Польши, прозвучало порядка 1300 выстрелов, по-моему, на границе, может, оно и больше было гораздо. То сейчас эти 1300 может вылиться в конкретные случаи применения оружия против мигрантов, против людей, которые, может быть, даже не проявляли никаких признаков нападения на польского военнослужащего. Встает еще один вопрос. Ладно, допустим, люди взрослые, мужчины и так далее. А что женщины, дети? Наши представители пограничных служб говорят о том, что многочисленные случаи нахождения мертвых людей на границе. То есть очевидно, и много случаев, когда польская сторона осуществляет так называемое вытеснение мигрантов со своей стороны на нашу территорию. Сейчас теоретически они могут начать применять оружие для того, чтобы просто отпугнуть. А вы знаете, я считаю, Сергей, что это и слабость их. Потому что применение силы только тогда происходит, когда человек или общество, или государство, скажем так, не уверено в себе. И вообще вот интересная есть информация о том, что польские военнослужащие не способны сдать физическую подготовку. У меня вот есть информация о том, что Верховная контрольная палата Польши проверила подготовку по физическому воспитанию в нескольких подразделениях вооруженных сил Польши. И что обнаружилось? Отсутствие распорядка дня, отсутствие обязательных занятий по физической подготовке, не было предоставлено необходимого оборудования для занятий, ну и так далее, и так далее. 17% военнослужащих не сдали нормативы по физической подготовке. Что? Я думаю, вы абсолютно правы в том вопросе, что здесь именно проявляется слабость Польши. Это однозначно. Что касательно подготовки военной, то я думаю, это не только проблема Польши, это вообще проблема Запада. И американцы в том числе. Почему? Потому что изменились подходы с того момента, когда в 1991 году Запад, скажем так, держал верх в холодной войне. В принципе, шла речь о том, что, ну вот все, теперь нет никаких барьеров для того, чтобы цивилизация человеческая развивалась, началась глобализация. И, конечно, военной стороне стали уделять все меньше и меньше внимания. Понятно, что это привело к тому, что, во-первых, выродилась военная промышленность, подготовка военнослужащих стала приобретать такой характер условный. В основном упор делался на спецвойска, на вооруженные силы специального назначения. Но сейчас все это возвращается. Поэтому пока ситуация обстоит так, но, к сожалению, видно, что вот этот маховик военный, он раскручивается. А вот смотрите, мы говорили еще и о Германии, о том, что их задача, да, Польшу немножечко направить против нас, да, есть такой момент. Но ведь смотрите, на самом деле, в Германии мигранты, в Франции эмигранты, во Франции арабы, в Германии турки, мы все это знаем. Что происходит? Происходит вырождение европейской нации, или все-таки это правильная их позиция? Как вы считаете? Ну, думаю, что определенный момент присутствует. То есть, это не секрет, это есть и статистические данные о том, что европейская нация постепенно вырождается. Да, рождаемость падает, поэтому рабочих рук не хватает, поэтому, конечно, вопрос замещения таких вот выпадений населения, и, конечно, это мигранты. Ну и плюс вообще вектор рождения и увеличения населения сместился в Азию, сместился в Африку, там население растет. Страны не готовы обеспечить полностью возможности для самореализации. Конечно, люди ищут куда. Ну, не будем брать там, допустим, азиатский регион, но, допустим, если взять Африку, то там, конечно, вообще. Если бы Евросоюз больше внимания уделял именно этим проблемам и направлял тут деньги, я думаю, что никакого кризиса миграционного не было бы. А так, значит, с одной стороны, содействие тому, чтобы ситуация в Африке ухудшалась, с другой стороны, тут же начинают бороться с незаконной, с нелегальной миграцией и попутно еще и сваливая вену на соседние государства. А вот смотрите, что интересно. Если в Германию и Францию едут африканцы и Ближний Восток, там, где, в принципе, горячие точки, которые создают сами же европейцы, ну, американцы, естественно, и европейцы как сателлиты, то Прибалты-то, извините, бегут из Прибалтики, бегут для того, чтобы заработать где-то денег. Так же есть? Это правда? Есть такая тенденция, конечно. И сегодня они создают еще на наших границах, это наши соседи, наши друзья, наши братья по Советскому Союзу еще, они создают сегодня нам проблемы. Вот буквально вчера нам запретили въезд наших автомобилей на территорию Латвии. Как это мы можем прокомментировать и объяснить? Зачем это? Кому это нужно? Кому это принесет пользу? Где плюс? Ну, всегда мы стремимся к тому, чтобы была польза от какого-то решения. Неважно, кому-то, может быть, это будет и плохо, но Латвия, наверное, должна быть польза. Но я что-то не чувствую там этого. Ну, нам бы, конечно, хотелось, чтобы отношения между соседними странами носили дружественный характер. Естественно, в первую очередь, нас всегда интересовало в этом плане экономическое сотрудничество, поскольку экономика – это основа развития государства. Что касательно ситуации с Латвией, то, конечно, здесь есть какой-то подводный камень, который, возможно, связан с политикой. Поясню, почему. Если внимательно вчитаться в тот санкционный регламент, который был принят 29 июня, в нем прямо говорится о том, что компетентные органы Евросоюза, а конкретно это таможенная служба, но в Латвии она входит в структуру другой, это Министерство финансов, поэтому очевидно, что компетентный орган, в данном случае, возможно, это Министерство финансов, имеет право принимать, по своему усмотрению, имеет право принимать решения касательно въезда транспортных средств, на которых граждане Беларуси въезжают в страну. И вводить какие-то определенные ограничения или дополнительные требования – это все отдается на откуп национальным структурам. То есть, фактически, это, скажем так, самодеятельность Латвии, если так рассмотреть, потому что и Польша, и Литва пока таких драконовских мер не принимала. Восьмой пакет санкций существует, они объясняют это как бы… Да, в восьмом пакете санкций прописано, что под запрет на импорт страны ЕС попадают товары под товарным кодом касательно легковых автомобилей. Это, могу ошибаться, 8703, кажется. Вот. И, однако, все равно там допускается возможность того, чтобы национальный орган сам принимал решение разрешать или не разрешать. То есть, допустим, польская сторона пошла по пути того, чтобы внесено дополнительные требования о присутствии владельца автомобиля в машине, которая пересекает границу. Литовская сторона пока дополнительных требований не вводила. Ну, посмотрим, как дальше развивается ситуация будет. Что касается Латвии, тут жесткий запрет, в принципе, мало чем объяснимый. Единственное объяснение, которое я вижу, связанное именно с политикой, это оно заключается в следующем. Вот в начале года национальным объединением в Латвии вносились поправки в закон о дорожном движении. Поправки именно направлены на то, чтобы запретить въезд транспортным средствам, зарегистрированным в Беларуси. Эти поправки не прошли. свое мнение, не скажу там негативное, свои замечания по этому вопросу были высказаны как, во-первых, профильным комитетом в СМИ Латвии, так и структурами, причастными к этому вопросу. Это и Минфин, и МИД. То есть они дали заключение о том, что нежелательно пока вводить таких ограничений. И поправки не были приняты, были отклонены. Ну а теперь вдруг возникает такое решение. Напрашивается последовательный вывод о том, что в данном случае решили пойти по другому пути. Раз через 7 не проходят, давайте-ка мы, ссылаясь на регламент ЕС, перевалим всю вину на его чиновников и будем. И все равно введем те ограничения, за которые мы ратовали. Ну, как бы так. Так вот где польза? Я не могу понять. Ну вот для нашего внутреннего потребления, как говорится, не сильно мы, наверное, пострадали от этого. А они? Они тоже не пострадают. Это удар просто по человеческим взаимоотношениям. Это по контактам в приграничье. Это контактам между людьми, которые проживают в двух государствах, у которых семья разделена. Кто-то проживает в Латвии, кто-то проживает в Белоруссии. И это, конечно, удар именно по этим межчеловеческим связям. Сделано ли это специально? Вполне возможно. Я такого не исключаю. То есть сколько бы мы не говорили о том, или они, скажем так, не говорили о том, что мы делаем все против того, чтобы навязать правила, по которым они живут, которых на самом деле нет. А на самом деле-то бьют по простым людям. И делают это, наверное, принципиально и специально для того, чтобы простой человек сказал, ух ты, как мне тяжело, я не могу сегодня пересечь границу, потому что такое решение принято в связи с тем, что латвийская сторона нас не любит. Я думаю, что, конечно, может быть, была тут еще мысль о том, чтобы действительно вызвать какое бы такое у людей недовольство. Недовольство тем, что происходит, что, значит, это Беларусь виновата в этих процессах. Наверное, такой момент тоже имеет право на жизнь. Но давайте посмотрим. Может быть, мы обсуждаем, а может быть, здесь это просто такая индивидуальная инициатива таможенных структур Латвии. Тем более удивительная в плане того, что буквально недавно пять стран, прибалтийских, Финляндия и Польша, собирались вместе, таможенные структуры, вместе договорились о том, что действовать в едином ключе, выполняя санкционные, значит, регламенты, следя, осуществляя контроль на границе за перемещением товаров, препятствовать обходу санкционных мер и так далее. И тут, как говорится, кто в лес, кто под рова. Поэтому давайте посмотрим, может быть, через неделю-две ситуация как-то по-другому будет развиваться. Но если она не изменится, то я бы тогда склонился тому, что, конечно, здесь политический момент присутствует. Да, это однозначно. И, знаете, вот хочу вернуться к Польше. Интересная информация. Я не люблю говорить о наших беглых. Ну, они не достойны того, чтобы о них сильно разговаривать и рассуждать. Но вместе с тем, вот, информация о том, что в Министерство семьи, труда и социальной политики в Польше наш беглый принес с собой баллончик с газом, нож, телескопическую дубинку, электрошокер и даже гранату. может быть, ему надо было лучше домой попытаться вернуться? Ну, конечно, здесь стоит посмотреть на то, какие мотивы сподвигли его к этому действию. возможно. Потенциально он не получил решение каких-то вопросов, которых, тем более, министерство-то какое, по вопросам семьи и так далее. То есть, скорее всего, какие-то вопросы, которые он хотел решить, они просто не были решены. И его отфутболили. И, соответственно, единственным решением, которое он принял, это было прийти и попугать немножко для того, чтобы, возможно, решили этот вопрос. Ну, в целом, в той обстановке, которая сегодня и в Польше, и вообще в мире происходит, конечно, такие факты становятся не из ряда вон, а уже, как, я бы сказал, как нечто такое, что происходит практически регулярно. К сожалению. Ну, как в Америке тоже Трампа ухо прострелили, и ничего. Кстати... это давняя американская политическая традиция. Да, это восьмой уже, наверное, президент, президент, потому что бывший президент, восьмой президент, в которого стреляли. И большинство из них убили, кстати. Да. И, как бы, ну, с другой стороны, теперь практически нет сомнений тем, кто будет следующим президентом, 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Это Трамп. Ну, и дай Бог ему счастье, как говорится, да? Ну, я бы, честно говоря, сказал бы, может быть, то, что, в принципе, для нас, наверное, не особо принципиально, кто будет во главе Америки. Потому что, что при Трампе, что при Байдене, что, может быть, при другом президенте, я не думаю, что политика США будут в отношении Беларуси претерпить какие-то существенные изменения, к сожалению. У Америки своя оппозиция, она была всегда. Хотя, не такая и богатая история, у них 250 лет, а у нас тысячелетняя, да? Но, я думаю, что правда за нами всегда. Хотелось бы, конечно, верить. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, когда, если Трамп придет к власти, то какие-то шаги, конечно, он предпримет. Я бы не сказал, что это коснется снятия санкций, поскольку это такой вопрос очень сложный. Легче санкции ввести, чем их снять на самом деле. И, в принципе, это санкции Соединенных Штатов Америки используют очень давно. Это еще история, связанная с законом, со связкой законов, принятых еще в начале 20 века. Поэтому здесь ожидать каких-то таких шагов, направленных на снятие санкций, я бы не стал. Что касательно разрядки, теоретически это возможно, но многие эксперты говорят о том, что возможно, что это приведет к разрядке. Другие эксперты говорят о том, что если стороны не договорятся или условия не будут удовлетворять переговорщиков, то, конечно, все может пойти совсем по другому пути. Поэтому будем надеяться на то, что все-таки разум возобладает. Хотя мне понравился один определенный термин, который, наверное, характеризует сейчас политиков на Западе, это его так применили российские эксперты, стратегическая невменяемость. Понимаете, поэтому вот как оно будет дальше, это интересно. Очень интересный термин. Глубокий смысл в нем. Понимаете, не работают те механизмы, которые были созданы после Второй мэра войны. Они перестали работать. Какие будут новые механизмы, они пока еще в процессе выстраивания. Через что придется пройти, тоже сложно сказать. И мы будем надеяться на то, что все-таки разум и рациональность возобладает. Но нужно понимать, что Трамп это не пророссийский однозначно, это проамериканский. Так никто из них никогда не был пророссийским. Они всегда руководились тем, что можно конспирологией заниматься, что мировое правительство так называемое им диктовало. И сегодня мы видим по Байдену, что эта марионетка просто мумия. Ну, давайте будем откровенны. Которая способна или не способна отвечать тем требованиям, которые диктует высшестоящие, скажем так. Так выстроена система на Западе, которая в принципе нивелирует роль личности. Понимаете, то есть кто бы ни пришел, Трамп или Байден, Маринетка, он не марионетка, все равно в любом случае решения принимаются определенным, скажем так, политическим активом. Это советники, которые вокруг, это правительственные, сотрудники правительственных учреждений, аналитики, эксперты, которые задают определенное направление, куда двигаться и так далее. Все это вместе работает. И в том-то в принципе эффективность достаточно западной, так скажем, западного построения политических систем в том, что личность у них несколько отодвинута. Так а где эффективность там, казалось? Ну, имеется в виду в том плане, что все-таки эффективность у нас, по-моему. Эффективность у каждой системы и свои плюсы, и свои минусы. Это надо всегда об этом говорить и понимать, что нет на земле идеальных обществ. Всегда есть какие-то определенные нюансы, связанные с тем, кто как реализует. У нас тоже эффективная настроена система. Что касательно Запада, к сожалению, они пошли немножко наверное в другую сторону, связанную с тем, что права человека стали возводиться в ранг закона. Понимаете? И даже не в ранг закона, а в ранг доминанта. доминанты. Да, доминанты. ради этого можно поступиться всем другим. Я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что у нас был в эфире Сергей Тамашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Мы говорили о нашем внешнем контре, мы говорили о том, что происходит в наших взаимоотношениях с Польшей, с Прибалтикой. Затронены немножко Соединенные Штаты, потому что это тоже было важно. И самое главное, что я хочу сказать в итоге нашего разговора из нашего гимна. Мы белорусы мирные люди. И пусть так будет всегда, чтобы нас чувствовали, понимали, что мы мирные люди. Всего доброго.